Привет, я Анимэджик, и со мной тут, как всегда, мои питомцы. 28 июня на всех музыкальных площадках выходит мой новый трек «Type». Я на самом деле очень нервничаю. Надеюсь, вы меня поддержите, как и в прошлый раз. Буду держать вас в курсе во всех соцсетях. Кстати, помните последнее видео, где я выполняла задание собак? Что происходит? Когда собаки управляли моим днем. Если не видели, обязательно посмотрите, там очень много всего было эпичного. Так вот, в тот самый день, когда я снимала еще дома, ко мне в дверь постучали, и я у двери нашла вот эту коробку. Я не стала это показывать, потому что тема видео была совсем другая. Позже мы к этому вернемся. Так вот, в тот же день я читала ваши комментарии в своем телеграм-канале. Не забывайте подписываться. И я думала, какие рубрики вернуть на наши каналы, может, скетчи со смешилкиными. Потом вспомнила, что собиралась снять «Покупаю собакам 100 товаров по 100 рублей». Решила найти, где же их купить, чтобы это было реально выгодно. Нашла, и потом мы вышли на прогулку. Ой, а в каком зоомагазине вы такую красивую шлейку купили? На мегамаркете заказала, знаете такой? Слышала, но я всем этим не пользуюсь. А зря. Это маркетплей, где что угодно можно найти. От уходовой косметики до бытовой техники. Миллионы товаров. Выбор огромный, еще и с реальными отзывами. Там новые акции и суперцены каждую неделю. Я вот всегда отслеживаю. Ничего себе. А дорого купили-то? Нет, вообще почти только за бонусы. Как это? Так сейчас на мегамаркете действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами сберспасибо на зоотовары. Смотрите, скачиваете мегамаркет, заходите, выбираете товары. Вот, видите, сколько бонусов вы за это получите. И ими же можете потом оплатить до 99% в следующей покупке. Здорово-то как. А что это у вас такое в корзине? А я вот как раз и закажу эту умную автокормушку. Она стоит 12 900, но почти половина, аж 5 160. Мне вернется бонусами сберспасибо. Я их потом потрачу на оплату следующих покупок. Ой, ну все, пойду тоже продвинутой стану. Тогда и промокод введите для полного счастья. Это какой? Мега питомец. Тогда вы получите еще скидку 700 рублей при первом заказе от 3000 рублей. И она к тому же суммируется с другими акциями. Надо же! И доставку они смогут мне сделать? Конечно, она у них еще и бесплатная. Ну все, качаю. И вот мы вернулись домой. Я подумала, что все-таки, наверное, вы захотите распаковать со мной эту коробку. Если там что-то неважное, то я это потом не выложу. Но зафиксировать на камеру это нужно. И если там будет что-то интересное для вас, то я вам обязательно покажу. Коробка, кстати, очень легкая. Вообще очень легкая. Там что-то очень маленькое. Зачем такая большая коробка для этого? Простите. Так, открываем. И... Там просто белая бумажка и две какие-то карточки. Это похоже на какие-то карты игральные или гадальные. Я не знаю. Что, они пахнут чем-то? Почему вы так их нюхаете? Смотрите, тут две совершенно одинаковые карты. Очень странная у них рубашка. Или как это называется? Как будто она... Оу! Как будто она вообще... Вы видите, что происходит? Или это только я на камере вижу? Ладно. На одной карте нарисовано письмо. Там еще какая-то цифра. Греческая 27, по-моему, да? А на второй карте нарисована собака. И там цифра 18. Вот такие две карты. И бумажка. Скоро у тебя 3 миллиона. Жди подарочек. И это все, что было в этой коробке. Больше там ничего нет. Теперь я точно знаю, что это не от каких-то моих знакомых. Это не сюрприз. Потому что у меня сложился пазл в голове. Сегодня в 12 часов мне в Телеграм написал человек. Привет, ты получила коробку? Открыла? Я сначала вообще ничего не хотела отвечать. Но потом пересилила мое любопытство, как обычно. И я решила ответить. Но записать это на камеру. Потому что я не знаю, чем это может закончиться. Я сначала задумалась, откуда у него может быть мой номер телефона. Потому что я никому не даю, кроме друзей, свой номер телефона. Но мне периодически пишут разные люди. Каким-то образом мой номер они узнают. Я не знаю как. Молчит вообще. Давайте сфоткаем, что я явно получила посылку. Сразу же прочитано. То есть у него открыта наша переписка. Ты меня не знаешь, зато я знаю тебя. Давайте просто пошутим. Из тех, кто смотрит меня давно, я думаю, все поймут, что это за шутка. Нет. Конечно же нет. Я вообще на самом деле думаю, что этих таинственных С, всяких разных незнакомцев, было несколько. Не один человек. Потому что у меня есть подозрение, что оно просто передавалось по наследству кому-то, кому становилось интересно. И потом начинало вот так раскручиваться и устраивать мне какие-то вот эти вот квесты, зная, что я поведусь, конечно же. Потому что мне всегда интересны вот такие вот истории. И я обязательно на это отреагирую. Аня, сколько осталось до трех миллионов? Давайте проверим, сколько осталось. 6241. И помнишь, ты хотела питомца на 3 миллиона? Да, помню. Может быть, кто-то не смотрел мое видео, вопрос-ответ, которое я снимала, ну не то чтобы прям недавно, но вот в ближайшее время. И я говорила, что я на самом деле уже не уверена в этом желании, именно потому, что не хочу заводить какое-то животное безответственно просто ради какой-то цифры. То есть я хочу завести кого-то, но вот когда именно у меня будет внутреннее желание, внутренняя готовность, а не просто так, потому что у меня 3 миллиона. Разыграю машину, когда у меня будет столько-то подписчиков. Куплю собаку, если у меня будет столько-то подписчиков. Я вот так решила не делать. Стараюсь постоянно себя слушать во всех вопросах и делать только то, что мне хочется. Помните на моем канале Не Мэджик, да, рубрику новую психа, психологический стендап, где я на эти темы размышляю, философские и психологические. Я к этому стремлюсь, я слишком поздно выросла из-за того, что у меня не было детства и мне много приходилось над собой работать. Поэтому я пришла к такому, я считаю, очень взрослому решению. Он что, мне хочет животное подарить? У меня для тебя есть подарок. Кажется, я даже догадываюсь, какой. Какой? Пока что это секрет, чтобы разгадать его придется постараться. А что будет, если я не буду его разгадывать и стараться? А вот это мне уже не нравится. Конечно же, он не признается, кто это. На аватарке понятно, что ничего не понятно. И имя у этого человека 3 миллиона. Это какой-то квест, да? Давайте с ним поиграем. И что же надо сделать? Оно все равно случится. Я спрошу, что случится? У тебя два варианта. Соглашаешься, узнаешь, что за подарок. Не соглашаешься, случится совсем другое. Не хотелось бы неожиданных подарков, но и не хотелось бы совсем другого. Окей, давай попробуем, напишу ему. Да или нет? А давай попробуем это не да? Хорошо. Да. Я хочу узнать, что за подарок меня ждет. Приступаем. Что-то как-то не очень звучит, если честно. Обычно в компании ты в центре внимания ознакомишься с другими в одиночестве. Это что, какой-то тест? Отвечай цифрами. Как строго все. Ну, давайте знакомлюсь с другими и в центре внимания. А если два варианта? Выбирай один, пиши цифрой. Какая строгая у нас переписка. Ладно, давай второе или первое. К тебе приехал друг, а у тебя много работы. Что сделаешь? Оставишь работу, предложишь увидеть рядом где-то, встретитесь в другой раз. Капец, у нас начался, просто было светло за окном, а сейчас началась гроза, молния, гром, дождь. Там просто капец, ребята, там просто ураган. Все стемнело, при том, что это день. Плохой знак, это реально гроза. Ну, предложу увидеться рядом где-то. Капец, дождище. У меня просто микрофон, вы не слышите, что там происходит. Официант разлил кофе. Реакция, не буду злиться, пожалуюсь на него, просто разозлюсь. Ну, конечно, не буду злиться. Какая фраза ближе? Мы сила, каждый сам за себя. Ну, конечно, мы сила. Я за нас. Мы сила. Я верю в то, что люди должны быть. Зачем это вообще? Почему я в этом участвую? Что за фигня? Легко ли заводить новые знакомства? Да, по-разному нет. Да, может быть, вы просто хотите со мной познакомиться? Может быть, это можно как-то проще сделать? Не вот таким вот путем. Это что за новый стиль пикапа? Кошка или собака? Отлично. Класс вообще. Не нужно мне дарить животных. Пожалуйста. Животных не надо дарить никогда человеку. Человек сам должен принимать это решение. Я не спрашиваю тебя об этом сейчас. Вау. Подарок не обязательно дарят. Иногда подарок надо отыскать или спасти. А вот это уже начинается какой-то в этом подвох. Что это значит? Ты же сейчас в Москве располучила посылку? Да, и более того, вы, уважаемый незнакомец, знаете мою квартиру и знаете мой номер телефона. И это настораживает. И у меня начинается истерический смех. Слишком подозрительно. Скоро я скину тебе геолокацию, куда тебе надо будет добраться. А пока... Это уже совсем не смешно. Вы что, спрячете где-то подарок в виде животного? Я должна буду его оттуда забрать? Или как это работает? Что за прикол? Что за шутки хватит? Я не шучу. Пока послушай этот звук. Записывает голос. Надеюсь, не случайно. Знаете, бывает такое, типа случайно нажимается запись. Наоборот, круто будет, если он случайно запишет и отправит, и мы сможем послушать. Что это за звук? Это похоже на звук... Это похоже на звук... Парохода. Ты догадливая? Да, серьезно. А есть кто-то, кто не догадался? Он печатает. Запомни размер коробки. Что значит запомни размер коробки? Ну, вот такая эта коробка примерно. Если это какое-то животное, то оно должно уместиться в эту коробку, типа? Ну, мне кажется, любой маленький щеночек или котеночек местится в эту коробку. Или еще какое-то другое животное. Или нет? Нет, наверное, не любой. Пока я писала, пришла какая-то фотка. Эээ, что это? Это какая-то шутка или что? Что происходит? Кто это? Как вы думаете, на что это похоже? Тут на вопросы отвечаешь ты, а не я. Серьезно. Я вообще могу не отвечать, знаете? Вот вообще. Но если на кону стоит какое-то животное, которое находится где-то, где пароход в коробке, и мне нужно его найти, то это стрёмная история. А при чем вообще тут 3 миллиона? Откроешь счетчик подписчиков и будешь следить, когда наступит... Насупит. Когда насупит, ага. 3, я с тобой свяжусь. Хотела написать еще раз, кто вы такой, но и думаю, что этот человек не признается. Я уверена уже точно, что это не мои знакомые. Не знаю, почему, я просто чутьем чувствую, я чуйка, интуитивно чувствую, что это не кто-то из друзей. Ну, просто вот даже по диалогу я понимаю, что нет. А если это случится через месяц? Это случится раньше, твой подарок уже ждет тебя. Давайте так. Это мой подарок или это подсказка? Я спросила про фотку. Не задавай вопросов. И пришла еще одна фотка, очень мутная, очень непонятная, что это такое, но это явно какой-то катер, корабль и здание. Кстати, по зданиям можно определить, что это за место, но я что-то пока не очень понимаю, где эти здания в Москве. Но это где-то на Москве-реке, то есть все-таки это как-то связано с пароходом. Что? Я вообще запуталась, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Я ничего не понимаю. Там кто-то ходит за дверью. Я подумала, вдруг это кто-то опять пришел. Не прочитано как раз. Ну, вроде никто не стучал. Скоро все поймешь. Жди и будь на связи. Подсказок достаточно. Ты не глупая. Удачи. Стоп, подождите. В чем суть этих подсказок? Что за подарок? Мне его надо найти или что? Из подсказок у нас есть какое-то странное место, какой-то хвост. Вот эта вот посылка. Может, эти вопросы из теста что-то значили, где я писала цифры? Я вообще ничего не понимаю. Он прочитал. Три миллиона, жди. Эй, стой. Не хочешь сказать, кто ты? И просто поговорить. Надо было раньше это сделать. Развести как-то на разговор, вывести его. Ну что ж, ребят, я подождала целый час. Общения так и висят непрочитанными. Но ситуация меня уже начинает напрягать. Может быть, зря я вляпалась и влезла опять в это. Аня, зачем тебе вечное приключение на свою попуа? У тебя 28 июня песня выходит. Кстати, про обещанные приветы победителям. Канал GlorXX. Спасибо тебе за поддержку. Забелочка. Сердечко тебе привет большой. Мистери Бук канал на ютубе тоже. Спасибо огромное тебе за поддержку трека. Мария Зубкова. Спасибо тебе во всех соцсетях. Кри Дэнни. Тебе тоже привет. Со всеми остальными участниками скоро свяжусь. Переходите на мой канал Animagic. Смотрите там ролики новые. И приходите в Телеграм. Будем общаться и обсуждать произошедшее. Видимо, ждем трех миллионов, да? Или не будем вляпываться в эту историю. Давайте обсудим там.